Мы находимся возле красавчика шиловидного флокса, он тоже относится к почвопокровникам. Хочу немножко сказать откуда произошел этот замечательный цветок, значит родина шиловидного флокса Северная Америка, на родине его называют моховой гвоздичкой, а вообще его именуют просто ковриком стелющимся. Как появился этот замечательный коврик? Впервые известные английские путешественники Фарер привез его в 1746 году в Англию и с тех пор его стали, тот день стали считать самым счастливым днем, потому что появился такой замечательный красивый коврик. Почему же называется этот коврик шиловидным флоксом? Да потому что у него такие вот узенькие листочки, острые шиловидные листочки. Они жесткие, заостренные, похожи на маленькие шевицы. Шиловидный флокс цветет с мая и первую половину июня. Очень неприхотливый коврик, очень простой в размножении. Достаточно буквально прищепить вот краешек веточки и полить или отщепнуть и присыпать земелькой в другом месте, полить и он хорошо, легко укореняется. Цветки имеют диаметр не более двух сантиметров. Цветочки очень обильно цветут. Вот сейчас еще не все цветочки раскрылись. Когда раскроется он будет просто изумительно красивым ковриком. Корневая система шиловидного флокса залегает не глубоко, от 5 до 15 сантиметров. Земли совершенно нужно немножечко, чтобы развести флокс. Буквально присыпать чуть-чуть земелькой и уже появляются островочки и в других местах. Сажают растения не более 25-30 сантиметров друг от друга. Растение это очень светолюбивое, поэтому при выборе места нужно выбирать хорошо освещенный участок. Почва совершенно обычная, песчаная, хорошая, но кислых почв не переносит. Если почва богатая удобрениями, то получается много листвы, а мало цветочков. Служит этот коврик 10 лет может служить, но нужно обязательно подкармливать. Ежегодно присыпать земелькой и подкармливать полными минеральными удобрениями, растворенным удобрением. Шиловидный флокс используют для каменных горок, высаживают массивами и просто, даже просто под деревцом, если посадить его где-то, но только на освещенном участке, он просто будет красиво дополнять другие цветочки, другие коврики. Выращивайте шиловидный флокс и радуйтесь. Шиловидный флокс это растение, которое легко скрещивается, и поэтому селекционерам удалось получить множество сортов. Вот еще у меня один такой красавчик голубого цвета, но еще не все цветочки раскрылись, он только-только начинает раскрываться. Тоже замечательно, но я его приобрела только в прошлом году, посадила я его осенью, поэтому он еще такой маленький, еще небольшой коврик, но уже радует. Рядом с шиловидным флоксом находятся красавицы Примулу. Вот они мне уже четвертый год и просто с наступлением весны замечательно. Сами начинают расцветать, вот так вот пышненько цветут. Вот три штучки у меня, маленькая на заднем плане, нужно будет ее подкормить, хорошо полить, что-то она меньше стала, наверное, может быть просто заглушают корни дерева, которое находится рядом. Условно Примулы тоже относятся к почвопокровникам, но их нужно садить не менее семи, чтобы был коврик. Чтобы не было проблем с выращиванием Примул, выбирайте неприхотливые виды.